Что еще хочу сказать? Я сразу делаю несколько видео, поэтому поздоровался раз, поздороваюсь еще разок. Доброго здоровья, уважаемые, посетили канал. Значит, информацию я не высасываю из пальца, лишь бы что-то, что-то вам, так сказать, загрузить. А вот сейчас пошла такая интересная струя информационная. Все, что касается здорового образа жизни, какие бывают нюансы. Более того, у каждого человека имеются те или иные какие-то отклонения, либо же даже хронические заболевания, которые во время применения вот этих всех методик оздоровительных, которые я описал, которые другие описали, начинается интересное такое явление, как разложение и выход болезнетворного начала. То есть я раньше слышал такое, что вот когда лечат онкологию, допустим, опухоль имеется, то опухоль эту благополучно, ну будем говорить, ликвидировали тем или иным способом, но она-то оставалась внутри, начинала, значит, разлагаться, выходить, и в результате организм не справлялся вот именно с вот этим вот, с выходом. Надо это все было вывести, как, что и что. И на этой стадии были как раз такие неприятные явления. Так вот, что я сейчас хочу уже из, так сказать, из своего и вашего опыта вам поведать. Слушайте внимательно, кто с этим делом сталкивается. Так, Петрович, здравствуйте, можно рассказать и спросить у вас? Ну, конечно, можно. С 10 декабря примерно начала пить соду натощаке и одновременно принимать спиртовую настойку зеленых грецких орехов. То есть мощный удар по разного рода болезнетворной инфекции паразитам и грибкам, которые там у нас имеются в организме. Настойку делала сама. Правильно, правильно, настойку зеленых грецких орехов делайте сами. А то некоторые говорят, вот у вас этот, чтоб не болел магазин, и вы торгуете тадикампом в пластиковой упаковке, пластик с керосином, там действует. Я еще разок повторю, ничем я не торгую, а я вам рассказываю, как это все самостоятельно сделать. Ну, ленитесь же, если вы уж приобрели эту настойку, настойку там от тадикампа, и вы думаете, что там пластик растворится, будет хуже или еще что-то, ну, перелейте сразу же в стеклянную тару тогда. А лучше действуйте вот так, как эта женщина. Настойку делала сама. Молодец. Сахар в рационе убрала, но бывает. Ну, продолжаем дальше. Через несколько дней начала отхаркиваться мокротой изо рта, и нос постоянно забит. Высмаркиваюсь, причем весь день, не только после ночи, и днем тоже. Я не пойму, вот, а вот тут Светоч вам должен подсказать. Я не пойму, что такое постоянно отсмаркиваюсь, отхаркиваюсь в левой груди мастопоте, уплотнение, при нажатии болезни навсегда. А тут чувствую, что уплотнение стало меньше, мягче и безболезнее. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эти все средства, я всегда вас учу. Я же, в конце концов, начинаю становиться в ранг учителя, а то еще и выше. Что, если вы что-то начали принимать, слушайте меня внимательно, а никто вам в таком интернете, ютубе не рассказывает, потому что они особо об этом не знают. Итак, как ориентироваться о том, действует ли там сода, тадикам, там клизмы, шмизмы, голодание или еще что-то на вас, каким, питание и так далее, каким-либо образом. Вот ваше состояние до приема чего-либо. И теперь отслеживайте, вот вы начали принимать. У вас есть мастопатия. Чувствуете, она начала мягчать. То есть это говорит о том, что вот это вот образование под действием соды и тадикампа начала, значит, разлагаться. Разлагаться. Если она будет разлагаться, представляете, у вас здесь будет нарыв. И организм, организм включает процессы по выведению этого. И как правило, как они будут выводиться? Так как это слизистые образования разлагаются, они будут больше выводиться, тем более вверху, они будут выводиться в виде слизи, будете откашливаться, отсмаркиваться и так далее. И радуйтесь. И как раз вот это вот умягчение, как раз будет говорить о том, что процесс запущен, он пошел. Значит, надо его, надо его довести до конца. Вот тут можно помочь ему. Как помочь? Помочь ему очистительными клизмочками поделать. Значит, помочь тем, что вы и поголодаете раз в недельку, раз в две недельки, чтобы этот процесс побыстрее шел. В любом случае голодание, что будет делать? Оно будет давать вам лишние силы на то, чтобы вот эти все болезненные, так сказать, очаги быстрее нормализовались, выходили из организма. Это очень интересный феномен. Ни одно лекарство этого особо не делает. А вот голод делает, потому что он экономит ваши жизненные силы и создаёт такие условия, что это всё ещё лучше будет выводиться. Запомнили? Поэтому человек отхаркивается, отсмаркивается и так далее. Итак, мягче и безболезненно. Это как раз говорит о том, что эти сода с тадикампом действуют на мастопатину. Далее начали сниться сны, причём каких в жизни не было, а это всего было три. Значит, а это уже говорит о том, как бы сказать, любое заболевание на тонком уровне, оно имеет свою причину, оно имеет свои, как бы сказать, корешки. И причём эти корешки нам кажутся, что такого не может быть. А вот во снах нам показывают. Доверяйте своим снам, которые снятся вам и которые показывают, что с вами делается, что с вами творится. Один не помню, а другой такой снится, какая-то нечистая сила, не пойму, что это. Я начала креститься во все углы, крестилась, крестилась, потом проснулась и заснула сразу. И чего никогда не было в жизни, сон продолжился. После того, как крестилась, всё исчезло. А как бы сказать, вот это вот, будем говорить, ну, смотрите, вот считается, что мастопатия это какое-то физиологическое заболевание и всё. На самом деле, в вашем организме, в районе сердца, груди, сердца, грудной клетки, вдруг появился какой-то болезнетворный очаг. Это и энергетика там поменена, это и физиология там поменята, это многие параметры вашего организма поменяты. И причина, причина, бывает та, что вы, допустим, что-то переживали. В результате этого переживания, негативного какого-то переживания, вы подключили, вы сформировали сначала, что формируется. Если человек негативно что-то переживает, тоска, разочарование и так далее, то появляется сначала очаг, очаг. То есть очаг вот этой энергетики. Мы с вами, энергетическая такая субстанция, которая имеет яйцеобразную форму. И вот внутри этой субстанции, из-за того, что мы вот так вот эмоционировали, мы энергетикой вот этого эмоционального потрясения и переживания свернули, свернули такой, будем говорить, очаг. И к этому очагу уже может подключиться любая негативная энергия или сущность со стороны. И пожалуйста, человек дает вам, как бы сказать, знаете, возможность попитаться вот этим негативом. Ну пожалуйста, и я тогда, опа, и подселяюсь, и начинаю через весь этот, как бы сказать, мысли, сознание еще действовать. Вы такие-сякие, о-о-о, все плохо, все. Это чтобы пользоваться вашей жизненной силой. Запомни, да? Вот, а тут вы начали действовать, и вот эта вся ерунда, она лишается опоры. Она лишается опоры и га-га-га-га, га-га-га, начинает все это проявляться, понимаете? Это очень интересные вещи, вам все покажет, если вы начнете более-менее над собой работать. Это особый феномен. Другой сон. Мне снится голова, остриженная налость от трехлетнего сына, а на голове не пойму, что-то есть. Мне голос говорит, посмотри, смотрю, а это овши, вся голова в них, и начали шевелиться. Я бегом делаю, ему какое-то лекарство дала, и они все до единой исчезли, голова чистая. Больше пока не было. Это как раз показали, что вы начали действовать. Естественно, вот смотрите, как сода, так особенно вот этот вот тадикамп, его керосинный запах, то есть керосинный запах это своего рода энергетика, вот это, ароматический такой, да? Ее особо не выносят разного рода сущности, которые состоят из своей собственности, энергии, и своей собственной, так сказать, информации и так далее. И им у вас жить хорошо. Но как только что-то добавляется вот такое вот, как бы сказать, чужеродное им, они сразу это чувствуют и начинают текать, но не выносят. Понимаете, атмосфера становится здесь совсем другая. То есть экология для них неприемлемая. И они текают. И вот вам показывают большие, мелкие там сущности и так далее, и так далее, как это все происходит. Я правильно понимаю, отхаркивание – это отхождение какого-то близотворного начала. Ну как раз, вот оно, с мастопатии. Мастопатия уменьшается, а это в виде слизы выходит. И причем не надо думать, что это как-то выйдет, знаете, там быстро или еще как-то. Огромное количество слизи выходит. Огромнейшее количество слизи. Я об этом еще скажу и покажу. А сны показывают это. Да, соду пила в месяц, сейчас перерыв. Значит, смотрите, надо продолжить. Ублотнение опять стало болезненно немного. То есть вот перерыв начался. Значит, опять, то есть иногда, вот обычно, знаете, считается, что курс там 2 или 3 недели, там, того или иного лекарства, это, знаете, в общем, такие рекомендации, в общем. Но мы все разные. У всех у нас имеется то или иное поражение, и степень поражения. У одного такая, у другого вот такая вот. И, естественно, эти курсы могут быть значительно больше, длиннее. То есть все строго индивидуально. Это вы должны понимать. Значит, тут не месяц, а надо месяца 3. Так, начало дыхание, очищающее полевую форму жизни. Довела до 15 минут. Дышу только 4-й день. Ну, дышите, дело хорошего вообще-то. Хотел у вас спросить, продолжать, подскажите, пожалуйста, если при дыхании будут происходить что-то непредсказуемое, типа, рычание, скрыжь зубов, что нужно делать? Надо призывать святые силы в этом случае. То есть до того, как. То есть вы начали дышать, и у вас вот такое появилось. То есть та сущность, которая имеется в подселении у вас, она активировалась. Значит, вы тогда не делайте, этот самый, дыхание, очищающую полевую форму жизни, чтобы у вас вот так, как бы сказать, не травмировались вот такими вот вещами. Ну, просто вы знаете, ага, у меня весь. Значит, тогда начинайте другие вещи применять. Это молитвы читать, это креститься, это носить ладанку, это пить святую воду. То есть вот так вот. И это все поделать так полгодика. А потом попробовать, значит, опять дыхание, очищающее полевую форму жизни. Так, то продолжать сеанс или нет? Боюсь именно этого. Ну, вот человек боится. Что делать? Подсказал. Вдруг какие-то полевые паразиты будут выходить, как действовать с уважением Наталья. А теперь мы с вами, мы с вами обратимся к... Что там у нас видно? Обратимся к нашему Сереже. Значит, смотрите, вот такие вот вещи я вам покажу. Вот это, да? Я подскажу вам. Вот смотрите, что он тут пишет. Он продолжает делать выход из голодания. Выход из голодания. При этом у него... Видите? А-а-а! Какие тут вещи? При этом у него... Он же ничего не говорил. Огромное было количество разного рода инфекций. Понимаете? Огромное количество разного рода инфекций. Бактериальной, там, грибковой, гельминтной и так далее, и так далее. То есть, о чем человек сам и не подозревал, что у него вот такое вот имеется. Это он сам. То есть, человек, который ничем особо не занимался, жил, знаете, любой из нас человек, жил жизнью, я называю самотеком, вот она идет и идет, да и ладно, все там. Работаю, там, деньги зарабатываю, там, кушаю, то-се, веселюсь, там, шашлычки, машлычки, венцов, пивкой и так далее, и так далее. Он и не знает, что у него там творится в организме. Просто, когда всего этого чрезмерно... Он как раз интересно написал, что лет в 19 его лечили от разного рода инфекций, и врач был удивлен, говорит, сколько у тебя разного рода инфекций. Естественно, естественно. Вот лечили, 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 значит, допустим, антибиотиками там все это дело подавили, задавили, и говорят, Сережа, мы тебя вылечили, все нормально, и так далее, давай дальше. Естественно, он все это забросил, там, завел семью, живет, работает и так далее. Набирает вес, значит, веселится, как он считает, там, нужным, там, остальным, там, покушать и так далее. Вот, и при этом, при этом, начинаются какие-то отклонения у него. То есть, та микрофлора, которая была, она просто-напросто разбежалась по всем этим, знаете, уголкам, а потом потихонечку, потихонечку, знаете, не спеша, так сказать, начинает делать разного рода колонии и так далее, и так далее, и так далее. И вот у него, как раз, он не говорил до этого, у него был плотный живот, плотный, он говорит, как доска. То есть, это говорит о том, что там такие, знаете, залежи в бактериальной инфекции, которые уже разрослись, которые уже уплотнились, то есть, целый конгломерат, там, и листы круглые, и ленточные, ну, я там показывал вам, да, и вот это вот, вся эта вот бактериальная микрофлора в виде водорослей, там, все это. И вот он начал, начал, вот, здесь он молодец. В отличие от Андрея, он отчитывается, что он там ест, хотя там сбивается, да, то есть, вот, вот, но, тем не менее, он отчитывается ежедневно, более-менее питается правильно, с учетом всего вот этого выхода, и у него в результате того, что голод сделал свое дело, то есть, создал такие условия, при которых вся эта мерзота, бактериальная и паразитарная, была уничтожена, и они начинают отторгаться. И вот эти отторжения, видите, и выходят, вот, когда он уже закончил голодание, уже, наверное, прошло где-то недели, наверное, три, или где-то так примерно, вот, продолжает выходить. Из-за того, что человек придерживается такого, вот, образа жизни, поправляется медленно. Я ему говорю, так, следи за весом, как ты там поправляется? Это говорит о том, насколько идет восстановление. И плюс, замечай, что из тебя выходит. Я постарался, так как слизь, будем говорить, имеет бактериальную всю эту природу, постарался, значит, ему порекомендовать эту гвоздику, которая будет вот это все пережигать, выводить всю эту мерзость, и застарелую, что там еще, тмин. И вот он все это придерживается, говорю, так, вот, сейчас еще, говорю, добавь перекиски водорода, по 10 капель на стакан воды, чтобы все это еще почищалось и выходило. И вот он что говорит, а живот-то стал мягчать, 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 осталось под пупком, а как раз под пупком, вот, вот, где, люди, где они, как бы сказать, предпочитают жить, они предпочитают жить там, где наиболее комфортные условия и денежные, допустим, в Москве, сосредоточение. Так вся эта вот зараза, бактериальная и паразитарная, она живет под пупком, где как раз вот все эти там ценные жизненные, будем говорить, вещества, энергии и так далее, так далее, знаете, вот там вот. И вот там они уже свили себе такой, знаете, конгломерат, можно так сказать, полис, который, который сейчас разрушается, разрушается и в виде слизи выходит. А так как эта слизь находится, грубо говоря, ближе к кишечнику, там, ну там, вернее, в кишечнике, да, все это выходит в виде клизм. То есть, если у женщины выходила мастопатия через, в виде слизи через это, то здесь она выходит через низ. Чтобы вы понимали, что, чё и как. И это очень важно все это вывести, чтобы это не осталось там, не загнило, не отравило, и человек не умер просто-напросто из-за того, что там возник сепсис от убиения вот этой вот паразитарной инфекции, которая там огромное количество вышла. Далее еще, под конец я еще вам скажу, вот как раз применяют восковую моль. Восковая моль, которая растворяет разного рода там слизистые отложения, холестериного отложения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы сказать, чистить там сосудики и прочее, прочее. Вот мы тоже применяем, применяем, применяем. Через некоторое время начали из легких выделяться слизист разного рода там кровяными прожилками, и так далее, и так далее. И он спрашивает, ну откуда, я вроде бы легочными заболеваниями не болел. Так это как раз вот идет вот этот феномен. Еще разок я вам напоминаю. Если вы что-то применяете, то через какое-то время отслеживайте свое состояние, что с вами происходит, что у вас меняется. И вот начинается вот это от отхаркивание, вот это слизист с этими прожилками и так далее, и так далее. Она может как из легких выходить, растворяться, если тут имелось. Так она может и растворяться и выходить в результате вот действительно отложения вот этого холестерина и так далее, и тому подобное. То есть, выводиться через легкие. Важно еще разок, в конце концов, заканчиваем, понимать, что некоторые вещества в виде слизи выходят в основном через легкие носоглотку. Другие вещества выходят через, грубо говоря, мочевой канал. Третьи вещества выводятся через прямую кишку. Можно что-то, имеющееся в организме, типа опухоли, убить, но или там мастопатии, или там какой-то вот слизи, или, допустим, даже этого самого кисты и так далее. Но это все еще надо вывести. И вот процесс выведения вот такой-то, такой-то, такой-то. Опять-таки, тут голодание поможет. Ну, в случае Сергея, голодание сделало свое дело, а дальше надо выводить. Чтобы вы знали, что, что и как. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.